Ну и начнем выпуск с новости, которая открыла сегодняшний информационный день. На Олимпиаде в Рио накануне поздно вечером составились медальные поединки по греко-римской борьбе. И здесь, конечно, многие верили в нашего Джавида Гамзатова. Как итог, заслуженная победа и пятая медаль в копилке белорусской сборной на играх в Рио-де-Жанейро. Бронза. Причем, с золотым отливом награда стала первой олимпийской для классических борцов за последние 8 лет. С завоеванием медали члена национальной команды по греко-римской борьбе Джавида Гамзатова поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В условиях жесткой конкуренции со стороны соперников ты проявил высокое спортивное мастерство, железный характер и волю к победе. Твоя медаль – очень важное достижение для белорусской школы борьбы, которая дарит надежду тысячам мальчишек, занимающимся этим подлинно олимпийским видом спорта, говорится в поздравлении главы государства. Успешной для Белоруссии стала весовая категория до 85 килограммов. Кстати, на Олимпиаде в Лондоне ее представлял Алим Селимов, друг и учитель Гамзатова. О борцовской бронзе в Рио и герое нового олимпийского дня – репортаж Павла Капуцкого. Победа заслуженная. Терпел он очень много и вытерпел. Главное – терпение. Перетерпеть было это все психологически, морально. Он справился. Я надеюсь, очень рад за него. Всем спасибо вам. Когда в 9 лет маленький Джавид начинает заниматься вольной борьбой, он и не мечтает об олимпийском подиуме. Позже Гамзатов переходит из вольников в греко-римляне, а в 16 он переезжает из Дагестана в Беларусь. Спортсмен несколько лет ждет своего шанса и на первом же чемпионате мира в Будапеште берет бронзу. Спустя три года Джавид поднимается на Олимпийский пьедестал. Можно было отбороться лучше. Я думаю, плохо тот спортсмен, кто не желает завоевать золото Олимпийских игр. Но сегодня не получилось. Не будем настраиваться, если что впереди время. Думаю, до следующей Олимпиады можно набрать еще лучше и постараться выступить лучше. Он звонит мне из Дагестана, говорит, Малик Инжаев, я хочу приехать к вам. Вы меня не знаете, я хочу приехать к вам. Я говорю, а кто ты? Я вольной борьбой занимаюсь. Хотел бы стать как Олимпиадом чемпионом мира, я тоже следом за ним хочу стать Олимпиадом чемпионом. Вы знаете, вот он подтвердил. Джавид уверенно дошел до полуфинала, где уступил в равной схватке с уроженцем Киева Жаном Белюнюком. Александре Герасимене до Олимпийского золота не хватило 0,04 секунды или одной ладони. Олимпиада – это топ-уровень, здесь все решают детали. Беленюк – достойный соперник, но Гамзатов мог быть в финале. Все решил судейский фактор. Рефери поставили Болгарина. Лицо заинтересованное. Не должно было судить этот матч. А по большому счету по борьбе у нас отняли выход в финал. Финал у нас отняли. Вот в чем дело. Увидели за третье место борца с борцом из Болгарии. Если бы выиграл я, то борец из Болгарии получилось бы, ну что пролетел. А так им надо было вытянуть. И они сделали грамотно свое дело. В бронзовой схватке Гамзатов наказывает Болгарина и тех, кто ему помогал. Байряков повержен 4-1. Давай, прилетай, будем ждать тебя. Медаль завоевана поздно вечером по белорусскому времени. На следующий день Гамзатов звонит своему учителю и бывшему партнеру Алиму Селимову. Именно по его приглашению. 10 лет назад Джавид приехал в Беларусь. Он очень неудобный. Я помню, когда я еще с ним, даже сейчас, когда становимся с ним в спарринге, то есть он очень неудобный, очень нескладный такой. То есть с ним очень тяжело. Он такой круглый. Его тяжело схватить, войти в захват с ним. Он очень чувствительный. И, конечно же, у него есть для борца, скажем, не очень приятная манера. Это сильное давление. Он оказывает на противника очень сильное давление. За счет этого ловит своих оппонентов. За выступлением своего воспитанника следили и в Гомельской с Дюшор профсоюзов по борьбе. В Мозырском филиале школы бронзовый призер Джавид Гамзатов начал свою спортивную карьеру в Беларуси. Сюда же будут перечислены 7,5 тысяч рублей от президентского спортивного клуба, стипендиатом которого спортсмен был в 2010-м. Внимательно очень следили за выступлением нашего спортсмена, болели и горды и очень рады, что у нас есть бронзовая медаль. Это честь, это просто восхищение, которому нет предела. Деньги, которые будут перечислены на нашу школу, конечно, пойдут на укрепление нашей материальной базы, на развитие борьбы греко-римской, приобретение спортинвентаря. Гамзатов сдержал обещание, данное по телефону 10 лет назад. Тогда ему было 16. Сейчас Джавид обещает побороться за олимпийское золото. И нет ни одной причины не верить этому парню. Павел Капуцкий, Кристина Камыш, Алексей Немов, Николай Рузавин и Константин Корниенко. Агентство теленовостей Риаде Жанейро, Бразилия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова